Приветствую вас, вы знаете, в первую очередь хочется сказать, что вы свой вопрос написали не полностью, то есть не совсем понятно, с чего все начиналось, не совсем понятно, где начало в этой истории, вот, потому что начинается она, так, довольно обрывиться, вот, и, соответственно, понять, что именно между вами, например, произошло, да, сейчас возможности до конца не представляется. Значит, я думаю, что вы, с одной стороны, поступили правильно, по отношению к брату, любимого человека, то есть, с одной стороны, вы поступили с ним верно, то есть, вы видели, что он один, да, что он выпил для храбрости, что он начал к вам приставать, вот, то есть, вы поступили абсолютно верно, что не вступили с ним в связь, вот, я думаю, что это очень правильно, вот. То, что человек, скажем так, не оценил, того, что вы сделали, да, то есть, то, что он теперь, ну, с вами не общается, теперь с вами не взаимодействует, то, что он перестал отвечать вам на звонки, там, на смс, вот, и прочее, это, конечно, характеризует его очень негативно, да, вот, ну, то есть, возможно, ему стыдно, конечно, возможно, он не знает, как теперь с вами общаться, вот, но, скорее всего, если эта ситуация продолжит, да, если ситуация будет продолжаться, то, что теперь он не выйдет на связь, скорее всего, это будет означать, что человек никогда не был вашим другом, то есть, человек всегда хотел чего-то другого, да, вот, чего-то, что вы ему, вероятно, дать не могли, а, возможно, и не хотели, вот, и я понимаю, ваше, ваше переживание по поводу потери, возможно, но, тем не менее, относиться к этому нужно адекватно, потому что, если так вот получилось, что человек показал себя с такого ракурса, ракурса, и вы сами видите, что это не очень хорошее проявление, проявление, проявление его по отношению к вам, то это означает, что он, возможно, и не смог бы никогда, никогда быть вам тем, кем вы хотели его видеть, вот, я думаю, что вам стоит написать ему еще одну смс, вот, где вы объяснили бы ему суть ситуации, да, где вы донесли бы, донесли бы до него то, что произошло, да, то есть, то, что вы принимаете его только как друга, вот, про отношения с его братом говорить не нужно, это вообще его не касается, вот, просто объясните все, что имеет отношение к вам, с ним, к вам, ну, что между вами происходит, вот, донесите до него, что хотите вы сами, вот, донесите до него это обязательно, и скажите, как относитесь к тому, что произошло. То есть, обижаетесь ли вы, например, на него, не обижаетесь вы, например, на него, ну, и все такое. Вот, это, я полагаю, единственное, что вы можете сделать, потому что, ну, еще раз, да, если человек не готов принимать вас как друга, да, то он и не будет этого делать. Если он не готов принимать вас как, ну, просто как человека, да, и работать, например, с вами, то он и не будет, и здесь надо сказать, что ничего не изменится. Я понимаю, что вы теряете, я понимаю, что вы теряете, я понимаю, что вы теряете хорошего партнера, да, хорошего, как, ну, например, таксиста, допустим, да, вот, в котором вы проводили время, ну, то есть, который выполнял ваши просьбы, да, я понимаю это, ну, и вам, вам тоже нужно понять, что человек не может вам этого дать, да, и, соответственно, вам придется искать кого-то другого, ну, в крайнем случае, в крайнем случае. Дальше, по поводу второго человека, да, то есть, вы говорите, что к брату-то, к Алексею, у вас есть чувства, но оно безответное, вот, и несколько странно, ну, воспринимается от вас, что вы это мешаете в одну кучу, при чем здесь, допустим, ну, при чем здесь Андрей и ваши отношения с ним, какое отношение имеет, какое отношение имеет Лёша к отношениям с Андреем, что-то почему вы сами, вы сами, для себя это, ну, связывать воедино, вот, это вот, конечно, то, чего делать категорически нельзя. У вас безответная любовь, это понятно, это понятно. История, история безответной любви, конечно, ну, не ясна, вот, до конца, не ясна. Потому что информации вы предоставили мало. Ну, я думаю, что если вам плохо, так, вот, если вам тяжело, допустим, то нужно разбираться, нужно разбираться с тем, почему, почему, почему вам тяжело, почему вам нелегко, вот. Мне кажется, это очень такой важный момент, если вы хотите разобраться, разобраться, ну, разобраться именно с тем, что происходит, между вами. Вот так, вот так вот, я думаю, вам можно ответить на вас вопрос. Вот, в принципе, и все. Да, то есть, вы не знаете, пишите вы, как его теперь воспринимаешь? Как другом. Он добрее, чем у вас друг. Ну, при условии, если чувства не изменились, да, вот, при условии, если чувства отражались теми же данными, вот, то он по-предему ваш друг. Он по-предему для вас, он по-предему только друг, и не более того. Вот. Если у вас какие-то чувства появились, допустим, вдруг, вот, то это уже вам нужно разбираться с ним. Вот. Но поскольку вы говорите, что у вас чувства есть только к Алексею, Андрей, то, соответственно, я не думаю, что вы чувствуете что-то к Андрею, но, возможно, вам хочется от него какой-то вот ласки, да, какого-то тепла, и возможно, в некоторой степени вам лестно, лестно, именно лестно, что он, вот, ну, что он, к вам, вот, так относится. То есть, на вас, возможно, возможно, для вас это приятно. Вот. Но, как вы сами понимаете, дальше это никуда не ведет, потому что они обыдены. Кстати, очень важный вопрос, на мой взгляд. Очень важный вопрос. А почему вы по сути связываете свою жизнь с женатым мужчиной? То есть, почему так? Вот, Алексей, да, он женат. Вы говорите, что любите его, и вы, похоже, безответно. Да? Но он женат. Это значит, что даже если даже если бы у него и были бы к вам чувства, вот, но вы бы, скорее всего, с отношения, как бы, здоровые, да, то, ну, не чтобы он ушел просто сначала. чтобы, то есть, чтобы он все просто от своих вначале. Вот. И уже потом, после этого, вы могли бы построить отношения. Вот. И я предлагаю вам подумать над тем, как вы воспринимаете этого человека, ну, вот, вот этого человека, которого вы любите, безответно. почему? Да? Вот. Вы связали с ним свою жизнь. Это важно. Важно для вас, важно для нас, чтобы, ну, лучше понимать, что с вами происходит. что происходит именно у вас. Потому что, как правило, как правило, а, значит, ну, люди связывают свою жизнь с женатыми или замужними партнерами, только в том случае, если у них есть проблема с самооценкой, самооценкой. То есть, если самооценка у людей страдает, вот, то, соответственно, в таком случае, люди выбираются без партнеров. потому что глубина души не считает себя достойными периодных отношений. Вот. То есть, здесь очень важный момент. А, значит, так. Вы пишите, да, что мне теперь делать? что делать, чтобы что? Аноним. У вас есть противоречия. Вы говорите, что мне теперь делать? я не хочу его терять. Как друга. С одной стороны. Но, с другой стороны, с другой стороны, вы видите, что не знаете, как вам его теперь воспринимать. то есть, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, было бы очень здорово, если, если бы вы определились. Так, вы его не хотите терять? как друга. Или, вы не знаете, как вам его воспринимать. Вы понимаете? То есть, как бы, эта история разная. Ситуации, это, ситуации разные. Вот. И, очень важно тут разобраться. Со всем этим. В целом, я вам ответил. На ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.